Всем доброго времени суток, с вами Лукас Кейн, Осина и заснеженный Нью-Йорк с Фаренгейтом. Мы вновь у дома Агаты, которая обещала нам сегодня рассказать все тайны, поведать их до конца, беспрекословно и не скрывая ни малейших подробностей. Лукас очень замерз, так что давайте заходить. А позвонить в дверь? Хм, не культурно как-то. Ну ладно, мы же уже знакомы. Магическая дверь снова закрылась. Мы же знаем, где находится Агата, поэтому давайте просто пройдем. В прошлый раз она сидела у себя в спальне. Хм. Агата. О, боже. Вот так. К величайшему сожалению, кто-то убил Агату. Ее убили. Она была единственной, кто мог мне помочь, единственной, кто знал. Так. Может она что-то мне оставила? Ответ может быть где-то тут. Быстро у меня есть пару минут, чтобы выскользить ее в квартиру, пока не приехали копы. Да, давайте посмотрим потом. Что тебя сюда привело, юноша? Скажи, как выглядит твоя клетка. Клетка, клетка. Точно. Клетки с птицами. Наверняка она что-то оставила в клетке. Эй, в этой клетке лежит листок бумаги. Ну, протяни руку и возьми. Черт, дверца закрыта. Должен быть ключ или что-то, чем можно было бы взломать замок. Хорошо, давайте подумаем, где может находиться ключ. Может быть, взломать замок. Может быть, на кухне. Нож, что-то в этом роде. Я, честно сказать, абсолютно не помню. И очень переживаю за Лукаса на данный момент. Черт возьми. Так, точно, нож. Хватаем его. Ну, Лукас, давай же. Ну же. Отлично, ты на него посмотрел долгим мучительным взглядом. Так, Лукас, давай. Почему бы не оставить записку рядом с собой? Ну, это все мелочи. Чтобы усложнить нам задачу в очередной раз. Газетная статья 1928 года. Зачем Агата мне это оставила? Давайте мы не будем ее сейчас читать, потому что времени совершенно нет. Надо отсюда сматываться. И сматываться лучше так же через окно, как это сделал загадочный убийца. Загадочный в кавычках, потому что я прекрасно подозреваю, что это был наш старый друг. Ай, Оракул. Кто же еще? Бежать? Оставим полицию с носом. Ну, здесь. Здесь вас ждет только труп старушки. Подошел бы, потрогал пульс. Бух. Странные, странные люди. Знакомо выглядит. Не говорите. Извините, мы закрыты. Приходите завтра. О, я ненадолго. Приходите, мы закрыты. Приходите. В´了吧. Режиссер. Приходите. Приходите. Режиссер. Довольная Карла и Теллер. Приехали забирать Лукаса. Ну что, ребята, вперед. Поскакали. О, как красиво. Квартира Лукаса стала. Напоминает сатанинский обряд. Сначала проверим ванну. Посмотрим, что там. А там просто сатана. Ну, это какой-то кошмар. Иначе это не объяснить. Это практически Сайлент Хилл в Фаренгейте. Так, а что у нас в комнате? А в комнате все спокойно. Как будто сюда никто не добрался. А сейчас будет одна из самых сложных сцен в игре. Ну, как сказать сложных. Я просто ее не помню. Проверим. И в то же время очень красивых. Нет, не пойду. Подумал Лукас и повернул назад. У меня две жизни. Черт. Фиг вам. Мы не допустим этого, Лукас. Вместе с тобой. И с фильмом Матрица. Давай сыграем в Нео. Стой, стрелять. Стоять, ублюдо. Сам такой. Да уж. Отлично разобрались. Все. Что у нас дальше? Стоять. Когда полиция говорит стоять, надо бежать. Потому что это практически стрельба на поражение. Да и Лукас-то не виноват. Черт возьми, когда играешь первый раз. И если ты играешь в том году, когда игра вышла, это смотрелось феерично. Это смотрелось восхитительно. И очень красиво. И вот этот вот чертов момент, когда я ломала себе пальцы, и почему-то у меня постоянно не получалось нормально повисеть на вертолете. О, пальцы. Молодцы. Мы справились. Карла обалдела. Да я бы тоже обалдела от такого. А вот это напомнило мне первого Макса Пейна. Они свои не гоните, там так прыгали. Чуваки, Нью-Йорк, снег. Макс Пейн. Неважно. Так. Тайлер, будешь отчитываться в участке. Пятеро патрульных в больнице. Разбито четыре машины. Вертолет, который нам чуть на голову не рухнул. А убийца тем временем спокойно уезжает на метро. Надеюсь, вы сможете все это объяснить. Ну, ммм, аммм, аммм. Капитан, никто не знал, что все пойдет наперекосяк. Вот так. Мы должны были взять его без всяких проблем, но этот парень творил там невероятные вещи. Этот Кейн не так прост, как мы думали. И что вы мне тут пытаетесь доказать? Что этот парень Супермен, да? Это ваше оправдание. Вы серьезно думаете, что я куплюсь на эту чушь? Ладно, пусть Карла. Да, мы недооценили Кейна. В этом нет сомнений. Мы знали, что он опасен, но не настолько, чтобы вырубить опытных вооруженных полицейских и сбежать, уцепившись за вертолет. Чихал я на ваши отмазки! Когда пресса узнает, что Кейн ускользнул у нас из-под носа, они сделают из меня посмешище! А мэр придет по мою душу! Ну что, план у вас есть? Вы знаете, где он? Шеф полиции, как всегда, только о себе. Кейн разошлась всем патрульным во все аэропорты и вокзалы. Как только покажет нос, мы сядем ему на хвост. Я хочу, чтобы в задницу Кейна искали все свободные сотрудники. Я хочу, чтобы его поймали не позднее, чем через 48 часов. Вы поняли? Съешь пончик. Нужно его посадить, пока он не решился на еще одно убийство. А теперь проваливайте! Сожри пончик, жирный урод! Ну что же, легкое чувство дежавю, не так ли? Давайте-ка съездим в прачечную и посмотрим, как там обстоят дела. Минус пять по Фаренгейту. С каждым днем все холоднее. Похоже, весь город окоченел под горами снега и льда. Но пока никому нет до этого дела. Минус двадцать, господи, пссс. У нас весь декабрь почти такая температура стояла. Так, прачечная. Хорошо, где она у нас находится? Здесь. Иди внутрь, Тайлер. Я пойду поговорю с Гарритом, узнаю, удалось ли ему что-нибудь найти. Я за. На таком холоде даже мысли замерзают. Наделись быть потеплее. А, Карла, я тебя ждал. Ну, что тут произошло? Сегодня утром около пяти часов сюда пришел владелец прачечной и обнаружил трупы. Когда он попытался зайти внутрь, оказалось, что дверь заперта изнутри. Он увидел через окно два трупа и позвонил в полицию. Есть свидетели? Нет. Мы опросили всех в округе, но результатов это не принесло. Повезло этому парню. Он совершает двойное убийство прямо у окна, и никто ничего не замечает. Отпечатки есть? Только отпечатки жертв. Если ты имел в виду отпечатки Кейна, то их тут нет. Спасибо, Гаррит. Потому что Лукаса Кейна здесь не было. И надеюсь, Карла не слишком глупая и поймет, в чем здесь все заключено. Так, мы нашли бонусы, и это замечательно. Перед уходом я хочу проверить пару вещей. Да-да-да, проверим. Но тебя, видимо, инструменты не интересуют, оставим это мужчинам. Странно. Откуда здесь кровь? Откуда? От верблюда. Понятное дело, здесь нашли два трупа. Карла, ты действительно странная. Ты заметил кровь вот здесь? Да, я видел. Как думаешь, что это значит? Убийца истекал кровью еще до того, как зарезал жертву. Как и в уборной той закусочной. Вы заметили, что у него на запястьях такие же символы, как у Лукаса Кейна? Ну так, как Карл спрашивал, или Тайлер, я уж не помню, кто к нему приходил, что у него с запястьями. Неважно, не суть. Ладно. Три или четыре удара в область сердца. Точно так же, как и в той забегалове. Не удивлюсь, если вскрытие покажет, что перерезаны артерии. Такая маленькая отсылка к стиллайф. Уж больно визуально это все похоже. Так. Может быть, можно установить, кто звонил с телефона? Или нет? Хорошо. Давайте переключимся на Тайлер и посмотрим, что, собственно, здесь происходит. С его точки зрения. С его точки зрения, наверняка просто хочется домой. Инструменты он не хочет смотреть. Но он может понаблюдать за телами. В его глаз воткнут ножи. Черт. Это должна быть больно. Это отвертка. Эй, Карло, если не хочешь расстаться с завтраком, не советую смотреть на нашего друга Хосе. Он в плохой форме. Ну да, у Хосе немного проблемы. Ее ударили спереди. Она увидела убийцу в самый последний момент. Вот. Молодец, Тайлер. Из трубки раздаются гудки. Наверное, она не успела набрать номер. Как жалко. У нас мог бы быть живой свидетель. Вот оно что. Карло, давай теперь ты посмотришь на Хосе. У него в глазу нож. Наверное, смерть была мгновенной. Жуть. У него изрезаны все запястья. Похоже, на них вырезан какой-то символ. Змея. Змея с двумя головами. Кицелька Атель. Бог маиский. Ну, ладно. Историю здесь мало кто изучал, скорее всего. Пойдем? Поехали. Поехали. Я все осмотрела. И что нам думать об этом убийстве? Парень совершил самоубийство после убийства женщины? Как-то не абсурдно, но это единственное объяснение. Не думаю, что Кейн как-то связан с тем, что произошло в прачечной. И все же между двумя этими убийствами должна быть какая-то связь. Просто Кейн не умер. Вот такая связь. Медленно просыпаемся. Красивый католический собор. Как мы помним, наш брат священник, и скорее всего, Лукас пришел к нему попросить о помощи, попросить о совете и просто поговорить. Но почему-то мы слышим Агату. Лукас. Черт возьми. Лукас. Агата? Агата, это ты? Я думал, ты была... Р2. Да, в некотором роде. Но я пообещала рассказать тебе все, что знаю. А я всегда держу свое слово. Слушай внимательно, Лукас. У нас очень мало времени. Ты не безумец и не убийца. Ты просто оказался не в то время. Просто шизофреник. Почему? Почему они выбрали меня? Зачем было убивать того парня? Чистая случайность. Им было нужно, чтобы человек убил человека и открыл пасти змеев. Кому им? Ты не первый, кто совершил жертвоприношение. И точно не последний. Кто? Кто же заставил меня совершить убийство? Кто сел за мой столик в забегаловке? Никто не знает его настоящего имени. Его называют Аракул. Он служит сильнейшим из сильнейших. Они остаются в тени, но управляют этим миром с самого начала времен. Окей. Берегись, Лукас. Они хотят отнять твою жизнь. Квичнитлан. Древняя цивилизация Майя. Там ты найдешь ответы на часть своих вопросов. Квичнитлан? Это вообще-то город Майя. Ну, я немного знакома с их историей. Неважно. Главное, что сейчас происходит адский психодел в голове. Видимо, у Лукаса у нас опять две жизни. И на нас нападают два прекрасных ангела. От которых приходится спасаться. И это довольно опасно, потому что я никогда чисто не проходила этот момент. Не хочется лишаться жизни. Так что я буду стараться. Просто очень резкие кнопки. Очень в разнообраз все меняется. Сложно определиться. Как, почему. Вот и мой нелюбимый этот момент квиктаймерский. Очень быстрое переключение. Так что опасайтесь, опасайтесь оставаться с двумя жизнями. Здесь. Я даже не вижу, что происходит на экране. Мой взгляд сосредоточен абсолютно только на кружочках. Вижу, что повсюду летают ангелы. И меня это несколько пугает. Так. Мышцы пальцев, мышцы пальцев. Напрягитесь. Давайте. Я верю в вас. Бедный Лукас. Что с ним делают? Так. Главное не свалиться, иначе это просто верная смерть. Еще и ангелы такие красивые. Ну, как могли так сделать? Все. Отлично. Но это еще не все. Ух. Ушли. Практически. Выбегай, Лукас. Давай. Я верю в тебя. Я верю в тебя. Спасибо, брат. Спасибо. Что за труден? Что случилось? Меня нашла полиция. Мне удалось скрыться. Я всю ночь шел пешком. Идти мне больше некуда, так что я пришел сюда. О, боже. Лукас, сейчас тебе и правда нужно идти в полицию. Другого выхода нет. Я не сдамся, пока не пойму, что со мной случилось. Кто-то пытался убить меня через мои видения. Они могут напасть где угодно. Думаю, они хотят помешать Агате все мне рассказать. Лукас, это уже слишком. Что, если это все происходит у тебя в голове? Может быть, ты просто утрачиваешь связь с реальным миром? Похоже на обрез шизофреника. Я не сумасшедший. Может, раньше я так и думал, но теперь я знаю, что-то происходит. Маркус, со мной творится что-то странное. После убийства я обнаружил, что могу делать невероятные вещи. Я вижу то, что еще не произошло. Иногда я даже слышу мысли других людей. А мое тело стало гораздо быстрее и сильнее. Ни у кого нет таких возможностей, Лукас. Ты не становишься Суперменом. Что ты собираешься делать? Тебе нельзя здесь оставаться. Полиция точно придет меня допросить. Возможно, будут за мной следить. Мне нужно найти укрытие. Я беглый преступник. Мое описание скоро будет на каждом столбе. По крайней мере, теперь я знаю, что всему этому есть объяснение. Нужно найти тех, кто за этим стоит. Береги себя, Лукас. Тебя убьют при первой же возможности. Нет, ничего хуже того, что я вижу в своих видениях. Лукас сошел с ума. Я покрываю убийцу. Но я же не могу предать своего брата. Я понимаю Маркуса. Помоги мне. Скажи, что мне делать. И брата, если честно, гораздо больше можно жалеть, чем Лукаса. Потому что в такую ситуацию попал человек. Ну, это нечто. И давайте-ка мы еще вот посетим Тиффани. Вот такой Нью-Йорк. Минус 20. Ничего страшного я в этой температуре совершенно не вижу. Еще один бродяга. У меня такое чувство, что они повсюду и что они за мной следят. Скоро стану параноиком. Пожалел бы. Монетку дал бы. Полиция. Они следят за квартирой Тиффани. Ну, конечно. Они подумали, что я приду к ней, чтобы спрятаться. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Да, есть второй способ. Это обходные пути. И, естественно, мы ими и воспользуемся. Пробираться будем по старинке, как делали это в воспоминаниях Лукаса. Перелезает он, конечно, как девочка 12-летняя. Хотя я в 12 лет ого-го, как скакал через заборы. Ну да ладно. Так. На самом деле момент довольно-таки опасный. Главное не попасться полиции на глаза и... И за нами следит ворона. Эй, ворона, что скажешь? Нахалка. Полиция. Должен быть какой-то способ их обойти. Давайте-давайте, поболтайте там, не знаю, покурите, поговорите о женах ваших. Вот, молодцы, молодцы, молодцы. Так, а наш путь ведет вверх по трубе. Так как Лукас не Сэм Фишер, так как Лукас не Лара Крофт, лазит он только при помощи моих пальцев и мышки. Это довольно сложно. Это довольно нудно. Точнее, это совершенно не сложно, это просто нудно. Ну, ничего страшного. Справимся. Главное то, что сейчас Лукас будет страдать от боязни высоты. Двигаться надо на время. Эй, Лукас, ты почему не идешь? Очень странно. Ну ладно. Меня сейчас подвело управление, я очень надеюсь, что все будет в порядке. Главное сохранять равновесие и не бояться. Идем дальше. Лукас, главное не свалиться им на головы. Вот такой подарок, да. Лукас Кейн, вот и я. Отлично. Идем, 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 идем. Лукас, здесь такой огромный карниз, так что я не вижу ничего страшного, хотя, возможно, он очень скользкий. Ладно. Я на самом деле бахвальствую. Это не есть им хорошо. Я бы на месте Лукаса там визжала бы наверху, скорее всего. Хотя я лазила примерно на такой высоте, было дело. Так, вниз спускаться, кстати, понеприятнее, чем... Черт. У меня уже третья мышка, благо она вроде бы пока что фурычет адекватно. Кот пока до нее не добрался, он уже дважды получал по своей рыжей заднице волосатой, подбираясь к проводам. Ну, пока она жива. Так, все. Все, отлично. Мы практически у дома Тиффани. Что здесь такого интересного? Ничего. Хотя... А, ну да, 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 конечно. Забор. Если честно, мне всегда очень нравились спальные районы Нью-Йорка. Они такие... Прямо пропахнуты атмосферой большого города. Не знаю, это... Это потрясающе. Поэтому я очень люблю игру Макс Пейн. Это окно квартиры Тиффани. Если бы я только мог его отбить. Да, можно разбить. А можно... Понасиловать свои пальцы. Займусь насилием. Потому что, к сожалению, если разбить окно, это будет иметь очень нехорошие последствия. Нью-Йорка. Нью-Йорка поднялась. У меня сейчас палец отвалился практически. Нью-Йорка. Лукас, пожалей меня, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Примерзла, что ли? Давай, давай. Я верю в тебя. Молодец. Ух. Бухнись в постельку. Предположим, что Лукас проспал часа два. Ну, так как Тиффани, скорее всего, на работе. Хм. Так, так, так. Так, а наш знакомый Тайлер Майлз привиделся Лукасу. Что же там такого происходит? Так, давайте сходим в душ. Если это, конечно же, можно. Я бы на месте Лукаса сходила в горячий душ. О, я взяла одну жизнь. Не зря, не зря сюда зашла. Это хорошо. Да, я бы на месте Лукаса приняла душ. Завалилась бы на кровать. Я думаю, девушка не расстроилась бы, если бы его увидела. Сперва глотнем молока. Дабы восстановить силы. И съедим сэндвич. Ты чего так оборачиваешься, как мой кот, который со стола что-нибудь улизнул? Все. Со здоровьем все в порядке. Давайте еще чего-нибудь здесь поделаем. Есть тут нечего. Есть тут нечего. Зато здесь есть бонус. Да-да-да-да-да. Я уже поняла. Есть тут нечего. А если ты еще что-то поешь, то у тебя еще настроение повысится? Ну, давайте проверим. Арахисовое масло. Да. Хотя по звуку, как какие-то чипсы. Нет, это же Нутелла. Очень похоже на банку шоколадного масла. Так, что у нас здесь еще? Можно посмотреть. Телевизор. Главной новостью дня остается чрезвычайно низкая температура. Столбик термометра упал до рекордной отметки в минус 15 градусов по Фаренгейту. Из-за сильного снегопада был временно закрыт Бруклинский мост. Как это не печально, от холода умерло несколько бездонных в Гарлиме и Бронксе. Европу стихия тоже не щадит. Рекордные морозы были отмечены сразу в нескольких странах. Прямо фильм «Послезавтра». На бегаловке установлено. Его зовут Лукас Кейн. Прошлой ночью ему удалось бежать за миг до того, как к нему в квартиру пришли офицеры местного отделения полиции. К сожалению, череда убийств продолжается. Он убил пожилую женщину и еще двух человек в прачечной неподалеку. Мотивы убийств неизвестны, но специалисты говорят, что, скорее всего, он душевнобольной. Полиция передала фотографию Кейна в СМИ и надеется арестовать его. Вот сволочи. А для экспертной оценки предмета нашей дискуссии мы пригласили одного из самых известных специалистов по цивилизации Майя, профессора Дмитрия Курякина, из Мезоамериканского университета Нью-Йорка. Спасибо, что вы пришли, профессор. Вы написали удивительную книгу про обряды племени Майя. И я хотел спросить... Окей. Запомнили. Можешь у меня спросить, Лукас. Но, к сожалению, мы практически не знакомы. Так, Лукас пусть пока присядет и подождем Тиффани. Ну, что-то не торопится наша девушка. Не знаю, что ей еще нужно. Ты меня напугал. Что ты тут делаешь? Меня ищет полиция. Мне нужно спрятаться на пару часов. Лукас, что с тобой творится? Газеты пишут, что ты убил несколько человек. Это правда? Все это очень запутанно. Все, что я могу сказать, я не убийца. Я люблю тебя, Лукас. И не хочу потерять. Черт. Так, 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 так. Кто же к нам пожаловал? Лукас, это полиция. Что же делать? Слушай, они просто хотят задать тебе несколько вопросов. Сохраняй спокойствие, Тиффани, и ответь на все их вопросы. Я спрячусь. Все будет хорошо. Вот увидишь. А теперь надо прятаться. И будем прятаться в шкаф, как любовник. Секунду. Уже иду. Давай. Лукас, я больше не могу заставлять их ждать. Нужно открыть дверь. Надеюсь, сюда он не заглянет. Наш любимый Тайлер. Главное, сохранять спокойствие. Мисс Карпер? Да? Я следователь Тайлер Майлз из полиции Нью-Йорка. Я расследую дело Лукаса Кейна. По нашим данным, вы были любовниками. Это правда? Были, да, правда. Но мы разошлись. Мы расстались около месяца назад. В последнее время мисс Аркейн не пытался с вами связаться? Позавчера я ходила к нему домой, чтобы забрать свои вещи. Мы почти не разговаривали. С тех пор я о нем ничего не слышала. Вы не против, если я осмотрюсь? Ну, на самом деле... Эй, я всего на минуту. Давайте. Тайлер, какой-то ты прям наглый. Любовниками. Фу. Мы были парой. Что за фигня? Там так вообще Лукаса видно. Каким образом он его не заметил? Не знаю. Так, главное не выдать свое сердцебиение. Тайлер, уходи от шкафа. Ты меня не видишь. Ты меня не слышишь. Решили сделать ремонт? Да, состояние квартиры было не очень, так что я решила ей заняться. На это нужно много времени, и со своей работой я не успеваю. А кем вы работаете? Я медсестра. Работаю в больнице Святого Иоанна. Отличная квартира, кстати говоря. Забыла заметить это. Так, аккуратнее, 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 аккуратнее. Фух. Сердцебиение и плюс. Если будем проигрывать, то Лукас может начать чихать. Не знаю, как будто бы у Тиффани в шкафу хранились какие-нибудь пыльные тряпки. Как видите, под кроватью это было не Камильфо. И в душе тоже. Хотя можно было там спрятать. Такие холода, это не удивительно. Хорошо, что у госпиталя есть свой резервный генератор. Помните, камера Януса во втором коридоре справа. Один из моих коллег ждет вас там, чтобы открыть дверь. Я за вами присмотрю. С вами ничего не случится. Спасибо, парни. На самом деле, я не знала, что я тут собираюсь найти. Убийцей был Кейн. В этом не было сомнения. И все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве Кирстена. Так, у меня что-то случилось со звуком в тот момент, когда Тайлер открыл душевую кабинку. Видимо, это потрясло. Мой микрофон до глубины души. Ничего там вообще не произошло. Буквально доля секунды. Тайлер нас не обнаружил. Все all right. Сказал пока-пока. Тиффани окей. Задавайте вопросы, если что. И все. На этом эпизод закончился. Все счастливы и спокойны. А Карла пришла в психиатрическую клинику. И здесь мы увидим такую отсылку к великолепнейшему фильму «Молчание ягнят». К одному из моих любимых, наверное, фильмов. Но это мы продолжим в следующей серии. А пока я с вами прощаюсь. Всем хорошего времени суток. С вами была Асина. Ставьте пальцы вверх, если понравилось данное прохождение. И пока-пока.